Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС снова на связи. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Виталий Димбовский. Мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала текущего года в столице расчеты МЧС на пожары и загорания выезжали более 1700 раз и более чем 900 раз на другие чрезвычайные ситуации. На пожарах 7 человек погибло, 35 пострадало. 230 человек удалось спасти и эвакуировать из опасной зоны. Все подробности происшествий ушедшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. Началась неделя в городе с загорания в понедельник автомобиля. ЧП произошло днем на территории частного домовладения по первому переулку Багратиона. Предположительно, в результате поджога загорелся и был полностью уничтожен автомобиль Volkswagen Jetta 1981 года выпуска. И в то время, как одни спасатели тушили горящий автомобиль, другие боролись с причиной переполоха на детской площадке в центральном районе. В центре Минска во дворе ползает змея. Именно такую информацию на пульт МЧС передали очевидцы. ЧП произошло на улице Гвардейской. Центром паники оказался обычный уж. С помощью устройства для отлова змей ужика удалось поймать. Для жителей дома и самой змеи все закончилось благополучно. Его отпустили в ближайший лет. Вечером из-за короткого замыкания в телевизоре на улице Бельского сгорела квартира. Нетрезвому хозяину удалось самостоятельно покинуть дом. Мужчина не пострадал. К слову, это уже не первый случай, когда такие нужные в быту электроприборы приводят к беде. Так, на прошлой неделе из-за замыкания электропроводки в ноутбуке сгорела квартира на улице Громова. А незадолго до этого в одном из домов по улице Голодеда виновницей пожара стала стиральная машина. И несмотря на то, что пожары по причине короткого замыкания происходят достаточно часто, однако истинная причина в большинстве случаев кроется в неправильной эксплуатации электросетей и электрооборудования, а также эксплуатации электроприборов в неисправном состоянии. Поэтому МЧС еще раз напоминает, что эксплуатировать электроприборы необходимо в строгом соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Минск чрезвычайный. Происшествия в понедельник на этом не закончились. В гаражно-строительном кооперативе «Сокол-Центр» на Нововиленской при покрытии велосипеда лаком из аэрозольного баллончика произошла вспышка паров лака, в результате чего 16-летний хозяин байка получил ожоги. От пламени он получил ожоги головы, кистей рук, груди и живота, 1-3 степеней на общей площади 40% тела. В тяжелом состоянии парень был госпитализирован. Сейчас все причины данного происшествия устанавливают специалисты. Причиной пожаров на балконах и лоджиях становятся не только незатушенные сигаретные окурки. В этот раз причиной пожара деревянной обшивки балкона на улице Матусевича поздней ночью с понедельника на вторник послужила оставленная без присмотра хозяйкой квартиры непотушенная свеча. Возможно, это был романтический вечер, но о безопасности и здравом смысле никогда забывать не стоит. К счастью, огонь в квартиру не проник, и в результате пожара никто не пострадал. Минск чрезвычайный. Вторники среда не отличились с негативной стороны, и серьезных происшествий в городе не было зафиксировано. А вот в четверг днем серьезный пожар устроила молодая мама, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком. На территории частного домовладения по 4-му Подольскому переулку, что в советском районе, загорелся сарай. Оказалось, что реалом с постройкой 26-летняя хозяйка пыталась сжечь мусор. Напомню, что согласно правил пожарной безопасности допускается сжигание мусора на частных подворьях. Но делать это нужно по чуть-чуть, с высотой пламени не более полуметра, вдали от зданий и сооружений, в безветренную погоду и имея под рукой средства для тушения. Например, ведро воды или огнетушитель. Но в данном случае девушка устроила огромный костер в двух метрах от деревянного сарая. В итоге загорелась кровля здания на площади 20 квадратных метров. Прибывшие спасатели оперативно потушили пожар и не дали переброситься ему настоящие неподалеку дома. К счастью, никто не пострадал. В субботу, предположительно, поджог стал причиной пожара на улице Подлесной. Горел одноэтажный деревянный частный дом общей площадью 70 квадратных метров. К моменту приезда спасателей дом уже полыхал, как огромная свеча. Нужно было спасать и соседнее строение. Пожар повредил сам дом и отделку наружной стены рядом стоящей бани. Другие дома удалось отстоять. К счастью, во время пожара никто не пострадал. Конец недели для столичных спасателей выдался спокойным. В заключении хотелось бы напомнить, что любой ЧС легче предупредить. И именно для этого во время каникул проходит профилактическая акция МЧС «Каникулы без дыма и огня». В рамках акции, проходящей в пришкольных и летних оздоровительных лагерях, работники МЧС совместно со СВОДом проводят профилактические беседы с детьми, демонстрируют тематические и обучающие видеофильмы, после чего полученные детьми знания они закрепляют на практике. Уважаемые радиослушатели, чтобы обезопасить себя и своих близких, не пренебрегайте правилами безопасности. Будьте внимательны и осторожны. До встречи в следующий вторник. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.